МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый автор, каждая представленная работа уникальна, исключительна и неповторима. Наставники начинающих живописцев и художников представили свои работы на городской выставке. Все ваши телевизионные приемники будут принимать те же каналы, которые вы просматриваете и сейчас. Новый шаг в будущее. Телевидение России переходит на цифровое вещание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль «Арт-Атом-Сити» стартовал в Десногорске. Юные художники продемонстрировали свои работы. В Смоленской области в Хиславичах построена и введена в эксплуатацию ремонтная техническая база для обслуживания сельскохозяйственной техники и автотранспорта. Благодаря крупнейшему инвестору агропромышленного комплекса России в данное производство было вложено 120 миллионов рублей. Это позволило обеспечить рабочими местами 180 жителей района. Высокотехнологическую площадку для проведения технического обслуживания 300 единиц техники оценил Алексей Островский. Он лично поблагодарил инвесторов за вклад в развитие области и Хиславичевского района в частности. Сотрудникам компании глава региона вручил благодарственные письма. В стенах Центра культуры и молодежной политики состоялось обсуждение планов благоустройства набережной Десногорска. Формат проведенной встречи показал, администрация города готова к творчеству и экспериментам. Подробности далее. Формирование комфортной городской среды – это главный приоритет регионального развития Российской Федерации до 2022 года. Этой цели служит проект «100 городских лидеров». В его рамках Агентство стратегических инициатив подготовит 100 проектов по благоустройству городов-участников. Не остался в стороне Десногорск. Представители администрации города совместно с инициативными жителями провели мозговой штурм по поиску идей благоустройства выбранной территории города. В качестве нашего проекта мы выбрали территорию, которая очень нравится нашим жителям, но в настоящее время представляет себя не очень комфортно для приятного времяпрепровождения. Это территория набережной первого микрорайона за домами номер 8 и 12. Рабочее название этой обширной территории – Атампарк. Он должен стать культурным и досуговым центром города. Местом, где жители Десногорска всей семьей смогут с пользой привести свой досуг. Название парка отражает его негласный посыл. Он покажет, что атомная энергетика – это в первую очередь безопасно. На территории планируют высадить редкие деревья и кустарники. Но главные идеи по обустройству парка планируется услышать от инициативных жителей. Такой формат, открытый формат, формат коллективного мозгового штурма, он лучше всего подойдет. Он свободный, он позволяет людям креативить, позволяет не зажиматься в каких-то форматах. Уникальность этого проекта в том, что он создан по инициативе местных жителей. Администрация города и Смоленская АЭС в этом случае выступают скорее как сторонний наблюдатель. Защита же идей по благоустройству перед инвесторами предстоит в октябре нынешнего года. Олег Славьев, Юлия Соболев, Стана Разганова, Десна ТВ. В конце января в Гагаринском районе было обнаружено скопление погибшей рыбы в реке. Несколько месяцев продолжалось расследование и брались многочисленные пробы воды и, наконец, экологи вынесли свой вердикт. Массовая гибель рыбы в реке Кжатий-Овсянка произошла по нескольким причинам. Это маловодность реки, низкое содержание кислорода в воде и сброс сточных вод с предприятий Гагаринского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе дела виновники будут окончательно установлены и после передачи дела в суд наказаны. 21 марта в выставочном зале Десногорска открылась выставка работ преподавателей детской художественной школы. Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровую композицию и другие работы учителей посмотрела наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Каждый автор, каждая представленная на выставке работа уникальна и неповторима. Художественная школа с момента своего создания является первой ступенькой в мир прекрасного для юных художников. Преподаватели являются ярким примером для подражания. Ученики, видя их великолепной работы, стремятся повысить и свою планку. «Не будь сам гением, никогда не научишь другого любить, ценить и также быть творителем искусства и носителем искусства. Вот мои коллеги, я хочу сказать, что они гения, они дарят людям красоту». Некоторые этюды, представленные на выставке, были написаны в Смоленске и Казахстане. Через них можно проследить географию нашей родины и окрестности Десногорска. Преподаватели художественной школы рисовали в разных жанрах и использовали разные техники в написании своих работ. Прежде всего, выставка нацелена на учеников, которые готовятся к весенним работам. Но она будет интересна и всем любителям прекрасного. Познакомиться с работами преподавателей Десногорской детской художественной школы приглашаются все желающие. Выставка проходит в выставочном зале города. На заседании комитета Смоленско-областной думы по бюджету депутаты обсуждали вопрос о снижении налога на объекты, облагаемые по кадастровой стоимости. Закон, в частности, касается малых и средних предприятий, которые парламентарии стремятся поддержать. В результате депутаты поддержали законопроект о снижении ставки по налогу на имущество организации. Теперь снижена ставка по данному налогу с прежних двух до 0,8%. Это хорошее подспорье предпринимателям на начальном этапе их бизнеса. Планы, которые появились еще в начале 2000-х годов, наконец-то сбываются. Россия постепенно прощается с аналоговым телевидением и переходит на цифру. Что кроется за этим нововведением, смотрите в сюжете. Новая эра российского телевидения постепенно проникает в квартиры жителей нашей страны. Что такое цифровое качество телесигнала, об этом уже знают жители восьми российских регионов. Еще 20, в том числе и Смоленская область, перейдут на цифровое вещание в ближайшие месяцы этого года. Основное техническое новшество заключается в способе передачи телевизионного сигнала и сопутствующем оборудовании. Разница примерно такая же, как между виниловой пластинкой и компакт-диском. Новшество позволяет наслаждаться более качественным изображением и звуком. Рябь, шипение, помехи в скором времени окончательно уйдут в прошлое. Теперь только картинка в высоком качестве и чистый звук. Для подключения к цифровому телевидению обычно достаточно 10-метровой антенны. Есть нюанс в технике, но для абонентов кабельной сети Десна ТВ все остается как раньше. То есть докупать ничего не придется. Все ваши телевизионные приемники будут принимать те же каналы, которые вы просматриваете и сейчас. Приобретение каких-либо дополнительных приставок, ресиверов для просмотра каналов не требуется. Цифровое эфирное вещание пока доступно не на всей территории Смоленской области. Сигнал не работает в Ершичском, Угранском и Темкинском районах. Эти населенные пункты появятся на карте цифрового телевещания через некоторое время. На защиту прав дольщиков-долгостроев стали депутаты Смоленско-областной думы. Они предлагают ускорить процедуру возобновления стройки после банкротства строительных организаций. В данный момент эта процедура необоснованно усложнена и решается на уровне федерации. Депутаты же рекомендуют решать этот вопрос на уровне области. По их мнению, это значительно ускорит принятие решения и позволит оперативно продолжить стройку приостановленных объектов. 22 марта по всей России состоялось торжественное открытие выставок творческих работ юных художников. В фестивале, организованном в рамках проекта «Школа Росатома», приняли участие художники и руководители из 18 городов-участников проекта. Какие работы представили на выставке «Десногорские художники», смотрите далее в сюжете. Задача фестиваля – поддержать творческие способности детей из городов-участников проекта «Школа Росатома». В Десногорске стартовал муниципальный этап фестиваля «Арт Атом Сити». Выставка посвящена значимому для России событию – 60-летию атомного ледокольного флота. Это событие яркое и познавательное. В своих работах ребята рассказали про Арктику и ледокольный флот. Юные художники отнеслись к проекту очень по-взрослому и нарисовали настоящие ледоколы и красочно изобразили всех обитателей Арктики. «Работы у детей получились очень интересные, очень яркие, сочные, информативные, позитивные. И я надеюсь, что весь наш фестиваль пройдёт вот в таком же ключе». Всего на выставке можно увидеть 51 работу юных дарований. Некоторые ребята настолько прониклись данной темой, что представили на выставке не одну, а сразу несколько работ. Например, Катя Артамонова из детского сада «Теремок» выполнила три работы разной тематики. Свои работы она выполняла разными материалами – карандашом, акварелью, восковыми мелками. «Вот я нарисовала пигвинов, ледокол нарисовала и северное сияние». Выставка – это всегда событие. Вот и для Десногорска она стала таковым. Все детские работы уникальны и наполнены позитивными эмоциями. Ведь ребята в первую очередь чувствуют то, что хотят нарисовать, а уже потом переносят свои чувства на холст. «Каждый из ребят вложил здесь душу, что эти работы такие прекрасные. И делаются они не ради того, чтобы получить приз, а просто из уважения к полярникам». Посетить увлекательную выставку могут все желающие. Работы будут демонстрироваться до 29 марта. Несомненно, экспозиция этих работ обязательно оставит яркий след в памяти десногорцев. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленске во всех кинотеатрах начался показ фильма о Балканской войне. Драма российского производства «Балканский рубеж» рассказывает о страшных событиях в Югославии в 1999 году. В основе фильма – реальная история отряда десантников из России. Их задача не только взять, но и удержать под контролем аэропорт в Косово до прихода миротворцев. При этом десант должен освободить серских пленников, среди которых женщины, дети и солдаты. Балканский рубеж – фильм про настоящих героев, которые сделали невозможное в ходе секретной спецоперации в Сербии. Эту историю должен посмотреть и узнать каждый. Обменять использованные батарейки на зеленые яблоки могли жители в 30 российских городах. Экологическая акция проходила 20 марта в День земли. Смоленск не стал исключением. На нескольких площадках города были организованы пункты обмена. Все собрано отправится в Москву на безопасную для экологии переработку. Активность Смолян была высокой. Особенно ее поддержали студенты и пенсионеры. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneydefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова